Сегодня 18 марта и это очень знаковый день. Квадрополувич так называемый, то есть истекают одновременно и фьючерсы квартальные, сразу несколько инструментов и опционы. И это накладывает обычно свой отпечаток. И обычно в этот день наблюдаются движения очень серьезные. На самом деле движения наблюдались в предыдущий день в основном. Ну давайте посмотрим, что это такое, чем все закончилось и что ожидать в самое ближайшее время от индекса РТС. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Давайте посмотрим, что у нас произошло за последнее время. Итак, смотрите, сейчас давайте мы посмотрим на индекс РТС. Индекс РТС, он истекал сегодня, 18 число. И, ну, честно говоря, я ждал падения индекса. И он упал, он упал вчера, 17 марта. Вот, посмотрите, он упал сразу на 5000 пунктов. Почему упал индекс РТС вчера? Ну, на самом деле, просто, ну, во-первых, Байден сказал, что, ну, там, в интервью он признал, что, он считает, что Путин там, так сказать, участвовал в отравлении и так далее. И что санкции будут такие, что, мама, не горюй. Ну, и, в общем-то, так сказать, все перепугались и индекс РТС начал падать. На самом деле, ничего больше не произошло. Я думаю, что, может быть, и санкций не будет. Но, в общем-то, так сказать, все перепугались вот этого, что санкции будут самые жестокие, ну, о которых сказал Байден. Не думаю, что они будут настолько жестокие, но, тем не менее. Значит, на этом сообщении индекс РТС начал валиться. При этом индекс S&P 500, ну, в общем-то, 17-го числа, вы видите, он не особенно падал. И вот здесь вот мы видим, что индекс S&P 500 как раз, наоборот, очень резко вырос. Что случилось вот в этот вот момент? На самом деле, в этот момент выступал 21.30 по Москве, выступал Джером Пауэлл. И по поводу монетарной политики, дело в том, что сейчас вся Америка кипит. Дело в том, что будет инфляция или нет, на самом деле, в Америке будет падать доллар или нет. Что будет с индексами, будут расти или нет. И, в общем-то, многие говорят, что будет, что в Америке уже есть такой дикий совершенно пузырь надулся. Что он будет сдуваться, что тоже будет индекс S&P 500 падать. И, в общем-то, вообще все плохо. Но, с другой стороны, у нас что происходит? А у нас, с другой стороны, вернее, не у нас, а у них, демократы только что провели пакет помощи. 1,9 триллиона долларов. Помощь будет направлена не так, как направлял Трамп, но от этого ничего не меняется. В общем-то, по опросам люди говорят, что будут вкладывать тоже фондовый рынок. Фондовый рынок, по идее, должен начать расти. И, почему говорят, что пузыри образовались? Дело в том, что на фондовом рынке дело в том, что стоимость акции оторвалась от прибыли компаний, которые они генерируют. То есть, чем обеспокоены? Единственное, тем, что начали расти доходности по 10-летним американским обязательствам. Что это значит? Значит, это значит, что 10-летние американские обязательства начали падать в цене. То есть, они падают в цене, значит, доходность по ним растет. А это значит, что Америке будет сложнее взять в долг. И рост уже до 1,66% годовых доходности стала доходить. Но Пауэлл сказал, что... Ну, как бы все ждали, что будет говорить Пауэлл. То есть, насколько он будет терпимо относиться к вот этому повышению доходности по 10-леткам. Это значит, что инфляция растет. Ну, Пауэлл сказал, что, в принципе, ребята, все под контролем, все хорошо. Мы плавно идем к целевой отметке в 2% годовых инфляции. И при этом мы ничего не собираемся делать, пока 2% целевая инфляция не будет достигнута. Я думаю, что даже больше, чем 2%. То есть, 2,5% будет, вот тогда уже он начнет повышать ставку. Все ждали, будет ли он объявлять о том, будет скупать долговые обязательства с рынка или нет. Но пока на этот счет ничего не сказано. Но посмотрите, вот слова Пауэлла успокоили рынок, что ставка повышаться не будет еще долго, все поняли. И, собственно говоря, на этом вот такой взлет индекса S&P 500, такой взлет оптимизма, но потом охлаждение. Все закономерно. Ну, а самое интересное, что происходит сейчас, это с нефтью. А нефть у нас падает. Ребята, нефть падает. Что это значит? Смотрите, нефть упала 5,39% за сегодня. Вот это вот, вот это вот удар. Вот. Что такое нефть падает? Ну, вы понимаете, что, значит, поступление экспортных долларов в Россию будет падать. Значит, соответственно, доллар вырастет в цене, по идее, к рублю, и рубль упадет. Вот, что, значит, к чему приведет падение рубля, к тому, что индекс РТС тоже должен упасть. И теперь давайте посмотрим, что же я жду от индекса РТС, каким образом я построил свою стратегию. Вот она, моя стратегия. Вот, посмотрите, вот индекс РТС. Я повторяю, что сегодня произошла экспирация. Предыдущий индекс РТС был 150 пунктов, 150 тысячи. Сейчас индекс РТС 147,500 был. Вот, и сегодня он продолжил падение. Я жду, что он завтра продолжит падение. Поэтому у меня дельта минус 1066, то есть, как бы, куплено, продано 10 с лишним фьючерсов. 10,66 фьючерсов продано. И количество этих проданных фьючерсов будет только увеличиваться. То есть, дельта идет на минус у меня. Вы видите, вот она, дельта, да? Вот, и она сейчас вот минус 1066 будет до минус 20. То есть, все это дело идет с ускорением. Вот она, вот моя прибыль идет. И самое интересное, что если доллар упадет до 140 тысяч пунктов, то вы видите, что при сохранении текущего состояния у меня будет плюс 178 тысяч. При этом у меня сейчас 208 тысяч. То есть, очень хороший рост. У меня все настроено на падение. Ну, и я рассчитываю, что вслед за нефтью пойдет падать индекс РТС. И еще Байден сказал, что на следующей неделе мы будем какие-то санкции применять. Поэтому, в общем сказать, ну, это страховка вот такая. Что будет, если индекс не упадет, а вырастет? Ну, тогда я беру и продаю вот это вот плечо. Вот, у меня здесь, посмотрите, куплено 60 путов. 60 путов со страйком 142 500. И продано на настоящий момент 140 путов со страйком 140 тысяч. То есть, вот эти проданы. Ну, на самом деле, если индекс пойдет сюда, то есть, на увеличение, то я выкупаю вот эти проданные и продаю, ну, те, которые здесь, вот, 145 тысяч. То есть, если он вылезет за 145 тысяч, ну, он сейчас еще выше 145 тысяч. То есть, я продаю 145 тысяч, и у меня взлетает вот эта полочка. Ну, то есть, как бы, я полон надежды этот месяц, следующую неделю получить прибыль, причем хорошую прибыль. Ну, а как это получится, смотрите на моем канале, посмотрим. Ну, вот такой вот механизм хеджирования, на самом деле. Я, вообще говоря, думал, что вот эта вот полочка у меня должна быть в районе, ну, скажем, 0. То есть, смотрите, что получается. Можно нарисовать так, что будет до определенного роста я ничего не получаю. То есть, у меня акции растут, я на опционах ничего не получаю. Но если акции падают, то у меня вот на этом конце резко растет прибыль. И, соответственно, если акции падают, то я тоже в прибыли. Причем еще даже большей прибыли, чем если бы они не упали. Но в данный момент у меня здесь минус 50 тысяч. То есть, если будет болтаться вот здесь на месте, то, в общем сказать, это приведет к потерям 50 тысяч рублей. Посмотрим, что будет. Ну, естественно, я не буду за этим следить так вот совершенно безучастно. Как только направление движения поменяется, как только индекс РТС начнет расти, я начну продавать путы. У меня еще заряд целый большой. Целых 20... Ну, во-первых, в заначке 20 путов я могу продать. С одним или с другим страйком. Но, на самом деле, я могу, если пойдет вверх, то, значит, вот эти вот пойдут генерировать прибыль проданные. Ну, я их выкуплю и продам здесь, ну, чтобы поднять полочку. То есть, все будет, по крайней мере, хорошо. Ну, а что будет, если он будет идти вверх? Ну, вверх он может идти до 155. То есть, в моем случае 155 это где-то вот там вот в небесах. Сейчас давайте я покажу, где это. Вот здесь вот 155. Если он дорастет до 155, то я, в общем-то, пока могу сидеть спокойно. Если он вырастет выше, то да, там уже надо... Ну, там будут убытки, грубо говоря. Вот так вот, если он вырастет выше, чем 155. Ну, а я надеюсь, что он упадет до 140, как вы видите. И вот они, два минимума на 140 уже наблюдались. Это новый фьючерс. Июньский уже фьючерс на РТС. Ну, вот, если он упадет сюда, то вы понимаете, что я получу где-то в районе 170 тысяч рублей при текущей стратегии. Вот такая вот штука. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. Следите за моими видео. Поставьте сейчас лайк. И до встречи. С вами был Демитрович Юрий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.